География – единый комплекс наук, изучающих географическую оболочку Земли. Основными объектами изучения географических наук являются геосферы и геосистемы, свод знаний о пространстве на временных особенностях какой-либо территории, объекта, явления или процесса. Объект изучения географии – закона и закономерности размещения и взаимодействия компонентов географической среды и их сочетаний на разных уровнях. Сложность объекта исследования и широта предметной области обусловили дифференциацию единой географии на ряд специализированных научных дисциплин, образующих систему географических наук. В ее рамках выделяются естественные и общественные географические науки, иногда отдельно выделяют географическую картографию, как отдельную географическую дисциплину. География – одна из древнейших наук. Многие ее основы были заложены в эллинскую эпоху. Обобщил этот опыт выдающийся географ Клавдий Птолемей Вадим Вен. И расцвет западной географической традиции приходится на эпоху Возрождения, которая отмечается переосмыслением достижений эпохи позднего эллинизма и значительными достижениями в картографии, которые принято связывать с именем Герхарда Меркатора. Основы современной академической географии в первой половине XIX века заложили Александр Гумбальд и Карл Риттер «История географии». География Древнего Востока уже в 2000 до н.э. В Древнем Египте снаряжались экспедиции в Центр-Африке, по Средиземному и Красному морям. Расселение народов, войны и торговля расширяли знания людей об окружающих пространствах, вырабатывали навыки ориентирования по Солнцу. Луни и звездам, зависимость земледелия и скотоводства от разливов рек и других периодических природных явлений определила появление календаря. В от 3 до 2 тысячелетий до н.э. Представители их арабской цивилизации открыли мусоны. Элементы географии содержат священные древнеиндийские книги. В Ведах целая глава посвящена космологии. В Махабхарате можно найти перечень океанов, гор, рек, уже и X. В 8 веках до н.э. В Древнем Китае при выборе места для постройки крепости составляли карты подходящих участков. Веки до н.э. Появляются сочинения, целиком посвященные географии, компасы, прибор для измерения расстояния. Региональный атлас Китая. Античная средиземноморская география да сократическая философская традиция уже породила немало предпосылок к появлению географии. Древнейшее описание Земли носили у греков название «периодов», т.е. объездов. Название это применялось одинаково. Картам и описанием им пользовались нередко и впоследствии вместо названия «география». Так, Ариан называет этим именем общую географию Иратосфена. Одновременно употреблялись также названия «перипель» в смысле морского объезда, описания берегов, и «периегез» в смысле сухопутного объезда или путеводителя. Трабон противопоставляет переплы с их перечислениями гаваней, как односторонние описания мореходов, не собирающих сведений о странах, удаленных от берегов. Переегезом, содержащим в себе подробное описание стран и таким географическим трудам, как иратосфенов, имевшим задачи астрономическо-математическое определение величины земного шара и виды распределения обитаемой Земли на его поверхности. Название «периегезов» Страбон придает и частям своего собственного сочинения подробно описывающего известные тогда страны иногда, впрочем, смешивая термины «периегез» и «перипль», тогда как другие авторы явственно отличают переплы от «периегезов». Причем у некоторых позднейших авторов название «периегез» употребляется даже в смысле наглядного представления всей обитаемой Земли. Есть указания, что периоды или переплы были первыми греческими манускриптами, первыми опытами применения заимствованного финикийцев искусства письма. Составители географических объездов назывались логографами, они были первыми греческими писателями, прозаиками и предшественниками греческих историков. Геродот пользовался ими немало при составлении своей истории. Немногие из этих объездов дошли до нас и то более позднейшего времени. Некоторые из них, как «перипль» Красного моря или «перипль» Пантаев Ксинского ориана, составляют важные источники по древней географии. Формы «перипла» пользовались в позднейшее время для описания обитаемой Земли, совершая вокруг нее как бы мысленный, воображаемый объезд. Такой характер имеет, например, география Помпония Мела и прочие. Название «объезд» было в данном случае тем более подходящим, что древнейшее представление греков о Земле соединялось с представлением о круге. Это представление, естественно вызываемое круглой линией видимого горизонта, встречается уже у Гомера, где оно имеет только ту особенность, что земной диск представлялся омываемым рекой океаном, за пределами которой помещалось таинственное царство теней. Океан река уступил скоро место океану морю в смысле внешнего моря, омывающего кругом обитаемую Землю, но понятие о Земле, как о плоском круге, продолжало жить долго, по крайней мере в народном представлении и возвратилось с новой силой в средние века. Хотя уже Геродот насмехался над теми, которые воображали себе Землю правильным диском, как бы выточенным искусным столяром и считал недоказанным, чтобы обитаемая Земля была окружена со всех сторон океаном. Однако представление, что Земля есть круглая плоскость, несущая на себе в виде острова круглую же обитаемую Землю, господствовало в период древнейшей ионической школы. Оно нашло себе выражение в картах Земли, которые также делались круглыми и первое из которых приписывается обычно Анаксимандру. До нас также дошло известие о круглой карте Аристогора Милецкого, современника Гекотея, исполненной на медиа изображавшей море, землю и реки. Из свидетельств Геродота и Аристотеля можно заключить, что на древнейших картах обитаемая Земля изображалась также круглой и омываемой кругом океаном запада от геркулесовых столбов. Середина Айкумены была прорезана внутренним морем, к которому с восточной окраины подходило восточное внутреннее море, и оба эти моря служили к отделению южного полукруга Земли от северного. Круглые плоские карты были в ходу в Грецию еще во времена Аристотеля и позже, когда шаровидность Земли уже была признана почти всеми философами. Анаксимандр выдвинул предположение о том, что Земля имеет форму цилиндра и сделал революционное предположение, что на другой стороне цилиндра также должны жить люди. Он издавал и отдельные географические сочинения «Вайвив ДНЭ», «ВВНЭ». Античные ученые-энциклопедисты пытались создать теорию о происхождении и строении окружающего мира, изобразить известные им страны в виде чертежей. Результатами этих изысканий явилось умозрительное представление о Земле как о шаре, создание карты планов, определение географических координат, введение в обиход параллелей меридианов, картографических проекций. Кротет Мальский, философ Стоик, изучал строение земного шара и создал модель «Глобус», также предполагал, как должны соотноситься погодные условия северного и южного полушарий. География в восьмыми томах Клавдия Птолемея содержала сведения о более чем 8000 географических названиях и координаты почти 400 точек. Иратос Финкеринский впервые измерил дугу меридиана и оценил размеры Земли. Ему принадлежит и сам термин «география». Рабон Борода начальником страноведения, геоморфологии и палеогеографии. В трудах Аристотеля изложены основы гидрологии, метеорологии, океанологии и намечается разделение географических наук «География Средневековья». До середины 15 в. Открытия греков были забыты и Центр географической науки сместился на восток. Ведущая роль в географических открытиях перешла к ученым Востока и Средней Азии. Это ученые-путешественники Ибн Сина, Беруни и Дреси, Ибн Батута. Важные географические открытия в Исландии, Гренландии и Северной Америке были сделаны норманами, а также новгородцами, достигшими Шпицбергена и Устья Аббе. Венецианский купец Марко Поло открыл для европейцев Восточную Азию, а Афанасий Никитин, ходивший по Каспийскому, Черному и Аравийскому морям и достигнув Индии, описал природу и жизнь этой страны. Эпоха великих географических открытий XV-XVII века – расцвет географии на фоне всеобщего подъема культуры и науки. География стала важнейшей наукой, обогатилась сведениями о природе и населении почти всей суши, начало делиться на общую и частную. На карте Меркатора были показаны реальные очертания материков, а на карте Леонардо да Винчи – гипотетический Южный материк. В России же создали большой чертеж российского государства в 1627 году эпоха экспедиций. В XVII-XVIII веках поиски новых земель и путей велись с государственным размахом. Большое значение приобрели фиксация, картографирование и обобщение приобретенных знаний. Поиски Южного материка закончились открытием Австралии и Океании. Три кругосветных экспедиции совершил Джеймс Кук, открыв Гавайи и Большой барьерный риф. Русские первопроходцы продвигались в Сибирь на Дальний Восток. М.В. Ломоносов в 1739 году создал географический департамент, а при Екатерине II составил первый кадастр землепользования. Кроме этого он предложил идею о непрерывном изменении лика Земли под влиянием внутренних и внешних сил, о движении воздушных масс, о слоях земных и т.д. Научные экспедиции и теоретические открытия XIX – начало XX веков. Значительные территориальные открытия сочетались с глубокими теоретическими обобщениями, открытием географических законов. География уже не ограничивалась описанием фактов, но и пыталась дать им объяснение. Проводятся прикладные географические исследования и создаются научные географические общества. В России сформировались русское географическое общество, мощные географические школы, представители которых внесли большой вклад в исследования Евразии и других регионов мира. В 1884 году в Московском университете Д.Н. Анучином была создана первая кафедра географии «Географические открытия». Одним из выдающихся путешественников был историк Геродот, путешествовал по Египту, Малой Азии, Балканскому полуострову, а также по южным областям Восточноевропейской равнины. Карта как основа географических исследований. От карты всякое географическое исследование исходит в Е-карте, приходит с карты, начинается и карта и заканчивается. Несмотря на внедрение в географию новых методов, картографический метод является одним из основных при проведении исследований. Связано это с тем, что карта – наиболее совершенный способ передачи пространственной информации. Метод моделирования в географии. Геоинформационные и дистанционные методы опираются на картографический метод. Географическая картина мира и географическая культура под географической культурой чаще всего понимают культуру географии как науки, культуру географических знаний как ученых-географов, так и населения. В работах географическая культура и географическая картина мира. В.П. Максаковский рассматривает эти взаимосвязанные понятия с позицией современной географии. В географическую культуру он включает следующие компоненты. 1. Географическую картину мира. 2. Географическое мышление. 3. Методы географии. 4. Язык географии. К сожалению, между массовой и научно-географической культурой существует разрыв, так как общество в основном сталкивается с описательной географией и не имеет представления о языке и методах современной географии. Физическая география. Объектом изучения физической географии является географическая оболочка в целом, составляющая ее природные комплексы и компоненты. Основу физической географии составляет общее землеведение и ландшафтоведение. Общее землеведение занимается изучением закономерностей географической оболочки в целом. Ландшафтоведение изучает ландшафтные комплексы, отрасливые науки, биогеография, климатология, геоморфология, гидрология, океанология, глициология, креолитология, география почв, палеогеография, социально-экономическая география. Социально-экономическая география изучает территориальную организацию и общество, состоит из таких отраслей. Экономическая география, социальная география, политическая география, культурная география, историческая география, страноведение и георбанистика. Дисциплины, которые всесторонне описывают отдельные территории, изучают проблемы их развития. Военная география, особый раздел географии, теоретическая и прикладная дисциплина, призванная обеспечивать успех в стратегическом и тактическом планировании и ведении военных действий и в географическом пространстве с учетом всех его особенностей, как способствующих, так и препятствующих осуществлению поставленной военной цели. Первоначально военная география являлась аналогом стратегической географии, что указывает на приоритет военных в выявлении и стратегических свойств географии. Термин закрепился в российском научном обороте после опубликования в 1846 году у труда выдающегося российского военного деятеля, географа и ученого-теоретика Дмитрия Милютина. Критическое исследование значения военной географии и военной статистики, стратегическая география, особый раздел географии, который предоставляет высшему политическому и военному руководству государства географические сведения стратегической значимости, необходимой для осуществления национальной геополитики, а также теоретическая дисциплина. Изучающее влияние географических факторов окружающей среды на выработку геостратегии, видимо, впервые термин «стратегическая география» был введен в российский научный оборот в 1910 году, когда автор, скрывающийся по тайне целыми В.Н. опубликовал в Санкт-Петербурге статью «Морская стратегическая география». В 1989 году американский исследователь Хаук Ларингдаун ввел в политический и научный оборот термин «стратегическая география» и дал ему свою «интерпретацию» в контексте геополитического анализа. Американские исследователи Декэмп и Эр Харкове в своей книге «Stradject Geography and the Changin Middle East» изданной впервые в 1997 году в Вашингтоне. В главе Уэд из «Stradject Geography» впервые в географической науке дали определение стратегической географии и показали, что она может существовать в двух областях. В области собственно физической географии и в области социальной географии классическое определение новой научной дисциплины, ее месту среди других наук, а также средствам и методам, которые использует эта дисциплина дал белорусский географ Александр Гончаров в монографии «Стратегическая география», изданной в Минске в 2004 году. Персонали ученые, внесшие значительный вклад в становление географии как науки Уолтера из «Арт» Иван Гаврилович Александров, Дмитрий Николаевич Аночин, Россия, Константин Иванович Арсеньев, Николай Николаевич Баранский, Лев Семенович Берг, Россия, Уильям Бунге, Бернхард Варен, Альфред Вебер, Владимир Иванович Вернацкий, Россия, Поль Видаль де Лаблаш, Александр Иванович Воейков, Россия, Михаил Вронченко, Беларусь, Альфред Гетнер, Андрей Александрович Григорьев, Александр фон Гумбольд, Василий Васильевич Докучаев, Россия, Карл Зауэр, Анатолий Григорьевич Исаченко, Станислав Викентьевич Колесник, Николай Николаевич Колосовский, Андрей Николаевич Краснов, Вольтер Кристаллер, Глеб Максимилианович Кржижиновский, Владимир Святославович Кусов, Август Лёш, Владимир Павлович Максаковский, Герхард Фридрих Миллер, Фёдор Николаевич Мельков, Лев Ильич Мечников, Георгий Фёдорович Морозов, Владимир Сергеевич Преображенский, Придрих Рацель, Германия, Карл Риттер, Германия, Константин Алексеевич Салищев, Вениамин Петрович Семёнов, Тяншанский, Россия, Пётр Петрович Семёнов, Тяншанский, Россия, Николай Адольфович Солнцев, Сочава, Виктор Борисович, Николай Владимирович Сукачев, Рабон, Василий Никитич Татищев, Россия, Иоганн Генрих фон Тюнин, Германия, Торстен Хагерстранд, Питер Хагетт, Дэвид Харве, Ричард Хартшорн, Юзеф Хотько, Беларусь, Ян Черский, Беларусь, Ричард Чорли, Жан-Жак Лизи Реклю, Франция, Путешественники, совершившие значительные открытия Васка де Гамма, Христофор Колумб, Иван Фёдорович Крузенштерн, Михаил Петрович Лазарев, Афанасий Никитин, Марко Поло, Основные географические проблемы, Проблемы, стоящие на пути развития географии и географических наук, проблема единства географии как науки и поиск единого объекта исследования, проблема теоретической географии и философских основ в географии, проблема утраты практических наук и общественного интереса к географии, основные географические дискуссии. Данные дискуссии до сих пор актуальны в географии, играют огромную роль в географической науке, возможно, не имеют однозначного решения. Многие из географических дискуссий сосредоточились вокруг терминологии, классификации и других внешнеформальных построениях. Однако терминология и классификация – не что иное, как концентрированное изложение теоретических взглядов ученых. Из-за дискуссий об определении стоят целые научные школы, теории и гипотезы. Определение географии как науки – существует ли такая наука, предмет изучения географических наук. Определение понятия – географическая оболочка – отличие географической оболочки от геосфер Земли. Определение понятия – географическое пространство – не определена физическая область этого пространства и границы применимости термина. Определение понятия – географическая политика или геополитика, которое либо не определено вообще в национальном лексиконе ряда стран. Либо имеет слишком широкое и неопределенное толкование. Определение системы географических наук, место отдельных наук в этой системе и их значение для других наук. Сущность географии как единой науки и есть ли таковая цель, задача и предмет изучения географии. Теоретическая география и есть ли таковая какая из наук может называться теоретической географией или это отдельная дисциплина. Существуют ли общие географические теории? Хорологический подход в географии, его главенство в географических исследованиях. Является ли география чистой хорологической наукой или должна исследовать не только пространственные закономерности. Определение понятия карта, отличие карты от других моделей. Определение понятий ландшафт, природно-территориальный комплекс, геосистема. Существует ли объективно ландшафт? Сущность физика географического районирования, дискретность и континуальность. Географическое оболочке, научное направление, стратегическая география, которая в силу своей новизны и широкого охвата различных стратегического характера, аспектов традиционных географий и сложной внутренней структуры подлежит всестороннему анализу и проверке применимости ее средств и методов практики изучения геополитических процессов.